Субтитры подогнал «Симон» 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 Сейчас же избранные игроки гоняют на версии без справок Сегодня хоррор-жанр переживает не лучшие времена Проекты, способные действительно напугать геймера, появляются все реже Но, возможно, проект Dying 1983 хоть немного исправит ситуацию Отметим, что игра относится к франшизе Dying Разработчики выпустили дебютный трейлер, в котором демонстрируется графика и локации Геймеры окажутся в довольно неприятном месте, полном врагов и опасностей И чтобы выжить, им придется выбраться из заточения и скрыться из глаз местных противников Очень понятные и захватывшие объяснения смысла игры Разработчики не раскрывают деталей сюжета, но, судя по кадрам, игра обладает качественной атмосферой И во главе всех злодеяний будет стоять таинственная девушка с рыбной головой вместо лица Которая косвенно фигурирует в видеоролике Когда состоится выход Dying 1983 неизвестно, но разработчики планируют выпустить игру как можно быстрее В ожидании киберпанка не стоит пускать из виды еще один интересный проект 11 декабря состоится релиз новой части Medal of Honor под подзаголовком Above and Beyond Наконец-то, господи, 16 дублей Главной особенностью игры является то, что она создана для шлемов в виртуальной реальности И на днях авторы выпустили трейлер, в котором анонсировали мультиплеерный режим Он представляет собой матчи на различных картах, участие в которых принимают реальные игроки И поскольку действие разворачивается в виртуальной реальности, геймеры могут всячески взаимодействовать с окружением и объектами В видео уже показана возможность поймать брошенную гранату и метнуть ее обратно в неприятеля Геймеры также смогут прятаться за укрытиями, подбирать любые предметы и стараться перехитрить противников 2 декабря состоялся релиз Red Dead Online, который является не частью Red Dead Redemption 2, а самостоятельной игрой Однако не все геймеры остались довольны этим фактом Довольно быстро появились негативные отзывы на Red Dead Online Поскольку проект содержит в себе большое количество багов, а у некоторых игра и вовсе отказывалась работать А те, кто все-таки сумел запустить Red Dead Online, столкнулись с отсутствием русского языка Но позже игроки сами нашли способ включения русского языка Изменениям подверглись также экономическая система, причем не в лучшую сторону По словам геймеров, ресурсы начали добываться в 2,5 раза дольше Из-за этого пользователям приходится больше времени проводить в поисках ценных материалов Из-за чего меньше уделять внимание заданиям Ван Гую RDO не станет такой же популярной, как GTA Online Но свою аудиторию она найдет Поклонники франшизы Dragon Age с нетерпением ждут новостей о четвертой части Над которой сейчас активно работает BioWare Но на днях появилась не самая приятная новость Стало известно, что глава компании Кейси Хадсон и главный продюсер игры Марк Дара покидают свои должности Такое известие не очень обрадовало геймеров, поскольку увольнение людей с таких высоких должностей Может негативно сказаться на будущем Dragon Age 4 Однако Хадсон и Дарр заверили, что на их места придут опытные люди Которые смогут довести игру до ума и сделать ее самой успешной частью во франшизе Ну понятное дело, они ничего другого сказать не могли Геймерам остается верить, что оставшиеся люди смогут качественно реализовать свои задумки А новички смогут привнести в Dragon Age 4 что-то новое и успешное Но ничего страшного Когда состоится релижь четвертой части неизвестно На данный момент даже не существует первого геймплейного трейлера Авторы лишь изредка делятся концепт-артами и короткими видео-дневниками Из которых можно почерпнуть малые крупицы информации Есть, кстати, инфа, что впервые игру продемонстрируют на Game Awards 2020 Который пройдет уже 11 декабря Мы с вами прекрасно знаем, как многие разработчики умеют переобуваться И переносить релизы проекта А известны ли вам такие случаи, когда уже вышедшая игра полностью поменял свое название? Вот недавно Королевская битва разработчики и авторы Кузин Роян Сообщили о полной переработке проекта Он получил современную графику, новые карты А персонажи обзавелись новыми особенностями и перками Сам же проект теперь носит иное название Скажи мне на милости, Грицко? Был Грицко, да весь вышел Где мой первый адъютант? Папандопола? Я здесь, Грицко Обратись ко мне Можно Пан Атаван Грицян Таврицкий Вольно, слышал? Кузин Рояль, 2nd Edition, Fulfillment of... Да что ты Кузин Рояль, 2nd Edition, Fulfillment of... Кузин Рояль, 2nd Edition, Fulfillment of all desires Еще раз давай Кузин Рояль, 2nd Edition, Fulfillment of all desires Игра в новом виде уже доступна на компьютерах PlayStation 4 и Xbox One И совсем скоро релиз состоится на консолях нового поколения Проект будет поддерживать разрешение 4К и 60 FPS Рембрендинг уже был неплохо принят игроками А у Проекта фактически появилось второе дыхание Слышите? А если авторы не забьют на игру и продолжат ее развивать То в будущем эта королевская битва может стать очень-очень популярной Ремейк Demon's Souls вышел несколько недель назад И геймеры активно продолжают проверять игру на прочность И ставить самые неожиданные рекорды Один из стримеров с ником TheHappyHop Прошел Demon's Souls примерно за 3 часа При этом ни разу не получив урон Вдумайтесь в это Игрок успешно увернулся от всех атак противников и победил их Во время некоторых моментов стример был близок к тому, чтобы проиграть челлендж Однако все противники и боссы оказались на две головы ниже его В релиз отправилась Haven Игра с открытым миром В которой парочка влюбленных оказывается на загадочной планете Вот как раз романтики среди далеких звезд В играх не хватало Игроку придется взять их под управление И отправиться на поиски ресурсов Из собранных материалов можно создавать различные предметы И обеспечивать всем необходимым Также во время путешествия Игрок будет сражаться с разными монстрами Параллельно авторы рассказывают увлекательный сюжет Построенный на взаимодействии двух влюбленных Сейчас, секунду Вот, правку внесла все Светло от того, что кто-то любит программиста Ну, вот и все, дорогие мои детишечки, ребятишечки С этим вам теперь жить С этим вам теперь играть И с этим вам теперь переспать Завтра новый день Новые новости Буду держать вас в курсе Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok